Дедушка Мороз раздает подарки Подготовься к летнему сезону уже сегодня Зима самое время научиться плавать Маленькая собачка до старости щенок Нет компаньон Вся правда о собачках породы шпиц через несколько минут Все мы когда-то были школьниками Вспомним, как это было вместе Новое платье, новая прическа, Новый год на пороге Хочется перемены, хочется творить чудеса Для себя и для своих детей Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом И конечно же вам, уважаемые родители Желаем, чтобы вы этот праздник Для своих человек сделали волшебным Провели каникулы и новогодние праздники Активно и позитивно Да, так как никогда раньше не делали Хотя бы на миг Вновь встаньте детьми Лепите снеговиков, играйте в снежки Наслаждайтесь жизнью Ну и мы не устаем призывать Вас читать вместе со своими детьми Увлекательные книги Потому что именно прочтение вечерами Каких-нибудь сказок Сделает этот праздник волшебным Ну и все в хорошем настроении Я рада вас всех встречать Здесь художников прежде всего Потому что мы вот уже полюбовались Теми полотнами, которые вы изобразили И очень рады, что вы приняли участие В нашем конкурсе, который телекомпания Эту ВИН проводила совместно с магазином Читай город Мы рассказывали вам, ребята И вашим родителям Очень подробно о книгах Какие они интересные Какие они заманчивые Каких в них интересный мир Раскрывается для вас А вы в свою очередь проиллюстрировали Прочитав эти книги, да? Вы же прочитали эти книги? Прочитали Прочитали Мы сейчас с вами разделимся на две команды Моя команда Хозяйки Медной горы И команда Книжный фильм Сейчас мы будем по очереди вам загадывать Загадки Но я думаю, что вы все без труда На них дадите ответы Кто подарил девочке красную шапочку? Мама 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 Это мама была Какой маленький предмет Всю ночь мешал спать принцессе? Хороший Я не отвечала Кто там обижается? Идем сюда, давай Я сейчас задаю загадку Прям тебе лично Давай В какой сказке медведей звали Михаил Иванович, Мишутка и Настасья Петрова? Для тебя Ты медведя? Правильно Здравствуйте, ребятишки! Меня вы в гости звали? Да! И, конечно же, узнали Да! Да! Кто я? Дети вам вопрочат А вот это чей рисунок? Вот это чей? Мой Ну-ка, расскажи-ка нам про него Я нарисовала, знаешь, Вот лисичка, вот лисичка, вот лисичка А сказка как называется? Рисовка Теремок Молодец! О, он матроскин, мой друг! Кто его нарисовал, такого красивого? Это я! Что за сказка? Кто ее написал? Написал эту сказку знаменитый детский писатель Эдуард Успенский Кот матроски Это мой рисунок О, млядай, я тебе лапку твою пожму, молодец А это мой рисунок А кто на рисунке? Матрешка Это не матрешка, это баблига Нет Это зая Это фея А рядом, а рядом кто-то Это лошадка Лошадка О, рисунка Конилок-горбунок Ну, молодцы! Я это рисунок не делала А вы когда рисунки эти делали? Вы же знали, кого вы рисуете? Да! Значит, вы считали книжки? Да! Кто мне сердце стихами согреет и порадует? Почитает Я хочу! Александр Сергеевич Пушкин Вот север тучи нагоняя Дохнул, забыл И вот сама идет красавица зима Пришла, рассыпалась Кладками повисла на шуках губов Молодец! Тихотворение оттуда Вот, наверное, рассказала Я хочу! Ну что, дорогие мои гости Мы сегодня с вами собрались, чтобы на вашу картину посмотреть Ну ладно Чтобы послушать ваши стихи Можно мне рассказать? И чтобы вам раздать подарки, которые мы для вас за ваши картины и приготовили Вам спасибо за ваши работы За ваши рисунки За ваши старания За то, что вы книжки чесали Детки чудесные Я на них смотрю и понимаю Жива страна, все у нас будет замечательно Спасибо! С наступающим Новым годом! Счастья, добра и света вашему дому! И если что-то будет, как-то не так Мы все равно на зло и вопреки С Новым годом! Новый год! Новый год! Ура! Плавательный клуб «Волна», как и всякая уважающая себя школа В декабре подводит итоги первого полугодия А итоги эти таковы Даже самым юным воспитанникам уже есть чем порадовать И себя, и своих тренеров, и своих родителей С техникой прыжка в воду, конечно, есть определенные сложности А вот с техникой плавания и скоростью У некоторых уже полный порядок В новейшей истории магнитогорского плавания Подобного еще не было За две субботы, 9 и 16 декабря В соревнованиях, организованных клубом «Волна» Приняли участие воспитанники восьми возрастов Всего на дорожке вышло 568 мальчишек и девчонок От шести лет и старше Половина этих детей Начали заниматься в плавательном клубе «Волна» Только с сентября месяца И вот вы видите, Павел, как они сегодня Проплыли достойно 25 метров Родители просто Чуть ли из балкона не прыгают Потому что ребенок не умел В сентябре плавать И вдруг на тебе Это счастье для родителей Не только счастье, но и большая гордость Судите сами, не каждый взрослый сумеет проплыть 25 метров за 22 секунды Лучшие из юных воспитанников «Волны» показывали именно такой впечатляющий результат Одна из главных причин столь серьезного прогресса Считает директор клуба Сергей Савочкин Акцент на массовый набор Если у нас детей мало Мы не видим талантливых на сегодняшний момент Если детей много Вот у нас сейчас в клубе 1100 человек Даже 1150 То вот такие дети попадаются Они сейчас так плывут Хотелось бы, чтобы они сохранили эту тенденцию и дальше Да, это хороший результат Это очень хороший результат Который говорит о талантливом ребенке Но этот талант должен быть поддержан и родителям, и тренером И желание самого ребенка в дальнейшем заниматься Показать себя во всей красе Ребята могли преодолевая 25-метровую дистанцию Тем стилем, который им больше всего нравится Кто-то плыл на спине Кто-то классическим кролем Кто-то рискнул применить навыки браса или бутерфляя Своеобразный лозунг этих соревнований «Я умею плавать» Именно поэтому никого из зрителей или судей Не смущал ни выбор стиля Не то, что прыгать с бортика в воду У большинства участников пока получается не слишком красиво Наша основная задача – это научить ребенка плавать Для того, чтобы он, придя на водоем, он чувствовал себя свободно И родители более или менее не переживали Конечно же, там, ну где-нибудь на водоеме Там не особо нужен прыжок Важно умение плавать как навык А это в дальнейшем мы будем учить Просто у нас на этом пока нет времени Основная задача – это научить ребенка умению плавать Вот так сказать А умению этому можно и нужно учиться с самых юных лет Буквально накануне директор клуба «Волна» договорился с руководством аквапарка «Водопад чудес» О возможности приступить к реализации еще одного великолепного проекта И они нашему плавательному клубу «Волна» отдают три маленьких ванны в аквапарке Это большое счастье для меня Это еще порядка четырехсот детей маленьких Вот четырех лет, Павел, сейчас То мы не могли взять ни в ровесник, ни в основную ванну детей четырех лет А сейчас это для меня счастье, что маленькие дети уже с четырех лет Уже начнут заниматься, будут оздоравливаться и уметь Ну а по итогам нынешних соревнований все, без исключения участники, получили в подарок от своего клуба сумки для формы Победителям и призерам же «Волна» приготовила по-настоящему ценные награды Им были торжественно вручены медали, грамоты, а также шапочки и очки от фирмы «Арена» Ведущего производителя плавательной экипировки Помню, когда я была маленькая, я очень мечтала об игровой приставке «Дэнди» Помнишь, такие раньше были с катриджами, с джойстиками Достать их было тогда трудновато, но мама сделала все возможное, и моя мечта сбылась Но зато сейчас выбор велик, и игрушку можно купить, какую хочешь Ребенок только покажет пальчиком, и мечта его сбывается Вот, может быть, тут вот элемент волшебства как раз-таки и отпал То есть выбора стало больше, а проблема, чем удивить, осталась вот она, дилемма Я думаю, что чем удивить своего ребенка в предстоящий год собаки, ни у кого не вызовет вопрос Я думаю, что многие уже догадались, о чем мы хотим рассказать дальше, что мы имеем в виду Ну что, сегодня едем решать щенячьи проблемы? Да, едем в питомник «Белый лекарь» в деревню Елимбетово Познакомимся с самыми крошечными его обитателями Вы можете вот так слегка понять, что ребенок уже готов, чтобы в семье появилось вот это чудо? Ну, в общем-то, да А по каким признакам? Ну, во-первых, отношения к собачке Там видно сразу, как дети относятся вообще к животным Ну, бывает вообще-то очень разные отношения Бывает, и даже если ребенок боится даже собачку Все равно, но хочет общаться, тоже можно Как сделать так, чтобы ребенку не наскучила собачка пребывание ее дома? Вот потому что с ней нужно будет и гулять, и ухаживать за ней нужно будет, и кормить, и воспитывать опять же Ну, если, допустим, взяли в семью такую собачку, да Во-первых, сразу ответственность передаем сразу ребенку То есть ухаживать, все, ну, кормить, выгуливать должен ребенок Вообще в детях это воспитывает ответственность в будущем То есть обычно дети, которые ухаживают за собачками с детства Вообще за животными с детства Потом вырастают очень ответственными людьми Вот мы держим в руках щенка, и что нам с ним делать? У нас сразу возникает масса вопросов Вот мы сегодня к вам пришли, как к специалисту узнать Ну, в частности, вот на этих милашках пушистых, белоснежных Хотим сегодня выяснить, как воспитать грамотно Что нужно, к чему ее приучать Самый первый шаг Если вы берете шпица в семью То, конечно, нужно сначала прочитать рекомендации По кормлению, по уходу, социализации щеночка А насколько важен правильный уход за собакой В чем он вообще должен заключаться? Вычесывать нужно собачку Ну, периодически купать можно То есть, чтобы собака всегда была чистенькая Это касается шпицов, видите, они беленькие Именно у этой породы, японские шпицы Вот специфика шерсти такая Что они всегда беленькие Всегда чистенькие Если вы хотите здоровую собаку То, конечно, кормлению нужно уделить большое внимание Взрослые, например, утром, вечером у нас едят корм В общем, щеночки, конечно, почаще Пока не вырастут с первых дней жизни Обязательно делать прививки вовремя Обязательно показываться периодически врачу Ну, то есть, ветеринару На сегодняшний день, вот помимо шпицов Вы еще каких предлагаете? Какой породы щенков? Есть щенки среднеазиатских овчарок Есть тибетские мастифы Ну и вообще кавказские овчарки еще То есть, все собаки охранные в основном Вот эти вот именно щеночки у нас родились От собачки, которая куплена была у Павленка Николая Карпыча В московском цирке Родила она семь щенков уже второй раз Именно японские шпицы обычно рождаются всего два-три щеночка и все А именно вот белка у нас с мужком плодовитая И если бы она родила у нас восемь щенков То мы бы попали в книгу рекордов Гильмса А если в семье уже есть животные, попугаи, кошки Уживутся они все вместе? Уживутся, если вы берете, ну вот, маленькую собачку Если в семье ребенок и попросил собачку Вот такую собачку вы порекомендуете? Ну, конечно Это лучше будет Конечно, это очень позитивные собачки Вообще, они поднимают настроение? Нет, ну они реально как эти, энерджайзер какие-то на батарейках Невозможно, ты смотри, еще пасти открывай, хоре, не кусаться Партнером рубрики выступает сеть магазинов И что вы вспоминаете из школы вообще? Самое такое светлое воспоминание Знаете... Не наоборот 33-я школа, она ведь гремела по всей стране Когда я в ней учился в детстве Это школа с английским уклоном Я на всю жизнь запомнил уроки физики и химии на английском языке Вот, например, Михаил Михайлович Маленков требовал от нас Чтобы мы говорили с гигантской скоростью просто Поэтому, когда мы говорим об атоме молекулы Это должно выглядеть так, как Как учились вообще в школе? Успеваемость и поведение Учились до восьмого класса по-разному Кроме английского языка, географии, истории Меня интересовало мало, что до восьмого класса Я даже пошел с тремя двойками в девятый класс По труду, по физкультуре и по пению Но девятый и десятый я просто пахал Михаил Григорьевич Абрамсон Российский историк, антиковед, археолог Ведущий специалист по античной нумизматике Доктор исторических наук Профессор, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации Окончил художественно-графический факультет Миндогорского педагогического института Читает лекции в ряде российских университетов Является автором более 160 публикаций В том числе двух десятков монографий В круг научных интересов Входят классическая археология Античная нумизматика История Древнего Рима Работал в ряде международных археологических экспедиций Воспитывает трех дочерей А главным своим увлечением Михаил Абрамсон Называет искусство Почему однажды в жизни возникла история И археология? Вы знаете, наверное, в начале было слово И это слово было учителя истории В школе номер 33, которую я закончил Вера Ивановна Прибыш, которая в пятом классе у нас вела историю Древнего мира И я понял, что я, возможно, буду изучать историю Древнего мира и археологию Вообще, в школе я хотел быть художником, скульптором Я ходил в художественную школу Потом меня перетянула история искусств Потом археологические раскопки, история И, конечно, вот то, что было заложено учителем в пятом классе Безусловно, сыграло огромную роль в моем становлении Ну вы как, начали читать что-то? Что вот у вас именно? Или вам достаточно было вот школьной программы? Читали в нашей семье всегда много У нас великолепная библиотека Были родители, врачи, люди образованные Круг общения, художники, врачи С хорошими библиотеками советское детство Тогда самое главное были книги У нас было довольно суровое воспитание Отец человек суровый Вот он меня довольно рано отдал в борьбу Дзюдо, самбо и дзюдо А там было очень жестко Режим четырехчасовые тренировки И это тоже играло свою роль Становление как мужчины, наверное Ну вот смотрите, если бы было мыши на времени В какую бы эпоху лично вы отправились бы? Ну вот с исторической точки зрения Я не знаю, хотел бы я вернуться в Советский Союз Но там были очень неплохие стартовые возможности Я имею ввиду, конечно, в позднем Советском Союзе Для всех слоев населения Где не было богатых и бедных Такой дифференциации большой Где поступали в ВУЗы Действительно самые сильные и самые лучшие Это было интересно очень Где были бесплатные кружки и секции И, наверное, я думаю, что мы очень много потеряли Вот в связи с потерей достижений Именно вот этих достижений социализма С точки зрения социального общества Ну, сегодня вы чем занимаетесь? И можете ли сказать, что вот, ну, все вы успели? Никогда не скажу, что все я успел Времени катастрофически не хватает Я вовлечен в очень большой проект Это раскопки Фанагории Крупнейшего греческого города на юге России Огромное городище, которое мы понимаем Что мы никогда не раскопаем И до нас его копали с 1936 года До этого, с 18 века Но мы должны сделать очень много Поскольку мы попали на очень интересные объекты Как вы считаете, вот, сегодняшних детей воспитывать Ну, лично вы вот воспитываете Чем нужно? На чем делать акцент? На что лично вы обращаете внимание? Ну, я думаю, что сложно сказать Родители всегда в довольно сложном положении Тем более, совершенно все по-другому сейчас Ну, я думаю, что, наверное, и личным примером В первую очередь И дать ребенку раскрываться Не надо давить его все время Мы живем в другом времени, в другом измерении В другом пространстве вообще Ну, в каком плане? Ну, люди-то те же остаются? Просто меняются? Люди всегда те же, как в мастере мы говорили Болон говорил, что... Ну, а тогда как? Шнег только портит квартирный вопрос Да, а что тогда? Что меняет? Что меняет? Ценности, к сожалению, уходят Вот я хочу, чтобы эти ценности сохранились Отношения человеческие Всегда быть человеком Всегда быть интересным человеком Гармонично развитым Знаете, наверное... Любопытным Партнером рубрики выступает сеть магазинов Акварель, Карандаш, Яролаш В разных районах города у вас есть возможность Купить сразу все школьные принадлежности И офисные в одном месте На любой вкус Рюкзаки, пеналы, карандаши, эластики, блокноты, тетради Огромный выбор, отменное качество И доступные цены А еще здесь всегда можно приобрести Развивающие игрушки, книжки, подарки и сувениры Наборы для творчества, товары для праздников Вас здесь ждут Акварель, Карандаш, Яролаш Когда наряды уже выбраны Сталы накрыты Пахнет повсюду мандаринами Самое время сказать теплые слова своим близким Да, это очень важно Потому что праздник это прежде всего атмосфера И пусть ваш Новый год пройдет под знаком Любви, тепла и счастья Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом И хотим встретиться с вами вновь и вновь в 2018 До встречи Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok